Добрый день, мои зрители! Я приветствую вас на спортивно-игровом канале Wabon Games. И самый зрелищный футбольный турнир мира стартовал вчера еще. А сегодня на Альянс-арене, вот такой прекрасный, вечерний и с классным перформансом болельщиков местных, мы будем наблюдать за прогнозом на матч между Барусией, точнее Баварией и Мюнхенской. Барусия у нас вчера с Арсеналом играла, а Бавария против Манчестер-Сити. Вот немецко-английское противостояние, второй день подряд встречает нас в Лиге Чемпионов. Кажется, что горожане и баварцы взялись за привычку играть в одной группе. К сожалению, такую же привычку взял и завел наш ЦСКА, который второй год к ряду оказался в группе смерти. И еще там ее дополнила эта группа смерти Рома. Поэтому поединок Манчестер-Сити-Бавария нам вдвойне интересен. Я записал прогноз на матч Рома-ЦСКА, но, к сожалению, мой компьютер решил, что мои комментарии слушать вам не обязательно. И их удалил, поэтому я там, в общем-то, в описании все написал. Ну, простите, пожалуйста, вот такая ситуация. Комментариев к тому матчу нету. Надеюсь, что к этому все сохранится. В преддверии матча неизбежно всплывают прошлогодние воспоминания, когда мюнхенцы довольно уверенно добыли победу на выезде 3-1 над Манчестер-Сити. Однако с такой же уверенностью одержал победу и Ман-Сити в ответном матче в Германии 2-0. Да, и в тот момент Бавария была в плей-офф уже, но вряд ли подопечные гвардиолы хотели проиграть при своих болельщиках. Не захотят, естественно, и сегодня. Если в прошлом сезоне Бавария была безоговорочным фаворитом не только группы, но и всей лиги чемпионов, являясь действующим победителем турнира, в пользу Сити победа на Альянс-арене в последней встрече плюс реванш сборной Аргентины, где играет Агуэра, Сабалета, Домичелес в товарищеском матче с Германией, за которую играет Нойер, Буатент, Мюллер и Гетце. В итоге небольшой психологический перевес у гостей, хотя на самом деле это все только предматчевые расклады. Ладно, поехали. Я очень долго думал, кем же мне играть, интересы кого поддерживать. На самом деле, что то, что другой клуб далеко не ходит в моих любимчиков. И какую потерю я сейчас совершил. Гетце. Гетце по флангу. Домичелес тут в стате. Вот оно уже аргентинское-немецкое противостояние. Харт на месте, все нормально. Так вот, два клуба относятся к разряду не самых любимых моих, точнее, наверное, может быть, к самым нелюбимым. Но здесь брал просто по региональному распределению, поиграл и решил за англичан. Вот так вот. Поэтому за Манчестер Сити я играю. Поехали, играем. Восьмая минута 0-0. Не знаю, вот этот значок Авермеди иногда закрывает. Обзор счета иногда нет. Как его убрать, я пока еще не разобрался, а вы мне в комментариях не пишите, не подсказывайте. Может быть, наконец-то кто-нибудь все-таки напишет и расскажет, как избавиться от этого значка. Авермедиа, конечно, молодцы. Дополнительную рекламу себе обеспечили. Так, момент. Данка, все спокойно. Робин. Перехват тут Фернани не совершается. Нарушение правил, по-моему, было. Господин арбитр решил подслуживать сегодня хозяевам. Я-Я-Туре. Хороший какой пас, Агуэра! Да бей же ты уже! Туре, нарушение. Да, конечно. Арбиту все четко увидел. Так, 31 Ярд. Насри. Не хочу, чтобы Насри был штрафной. Хочу, чтобы его бил Я-Я-Туре. Где? Вот Я-Я-Туре. Вот ему вполне подходит. Это расстояние. Хороший какой плотный удар получился у Туре. Но чуть мяч коснулся стенки. Угловой. Первый угловой в сегодняшней встрече. Матч, кстати, начнется буквально через полчаса сорок минут. И есть уже составы команд, конечно же. Я сейчас вам обязательно их зачитаю. Насри бьет чуть мимо ворот. Там, скорее всего, Нойер контролировал полет мяча. И вряд ли бы этот мяч пропустил. Есть у нас еще один важнейший фактор. Огромные потери у Баварии. Швайнштайгер, Тиагу Алькантера, Хави Мартинес, Батштубер, Рафиния. И, по всей вероятности, Робинс, Рибери не смогут выйти сегодня на поле. Вот так вот. По именам хватает на целую команду. Тем не менее, у Мюнксов ряд грозных для противника новичков. Ливандовский и Хави Алонсо. Ну, все мы знаем, что теперь в полузащите и в нападении два этих новых парня блистают. И в чемпионате Германии проявили у себя уже по полной программе. Что тот, что другой. Один своими великолепными передачами, а второй забил несколько важных мячей для Баварии. Сбылась, как говорится, мечта Роберта Ливандовского поиграть в главном немецком клубе. И вот он цвета этого клуба и защищает. Так, ну что, давайте, наверное, о составах. Нойер, Рафинья, Банатия, Бенатия, Буатенк, Алаба, Мюллер, Лам, Хави Алонсо, Бернад, Йотце, Ливандовск. Манчестер Сити, Зарк, Санья, Компани, Демичелес, Клиши, Сесурнавас, Яя Туре, Фернандинья, Насри, Давид Силья, Сильва и Джека. Вот те составы, которые сегодня выйдут на поле. Манчестер Сити схож состав с тем, что у нас на поле. Ну, а у Баварии в связи с потерями и приобретением новичков состав сильно отличается. Хотя, на самом деле, я думаю, что во втором тайме может появиться и Рабен. Ну, посмотрим, какое у него состояние здоровья. Здесь уже Гвардиола сам решает поберечь. В такой сложной группе можно было бы в первом туре, конечно, своих лидеров и поберечь. Так как здесь каждый матч будет, скорее всего, за 6 очков. Если только, не дай бог, наши армейцы не сдуются в первых же трех турах и не станут сразу аутсайдерами этой группы. Мне в это, конечно, не хочется верить. Впрочем, такая ситуация может с любой командой произойти в этой группе. Вряд ли с Баварией, менее вряд ли с Манчестер Сити. А вот с Ромой и с ЦСКА вполне возможно. Хоть и Рома очень уверенно начала новый свой сезон в серии А, но все-таки по именам команды, по громкости имен уступают своим соперникам. У нас 33-я минута и пока два опасных момента было, полуопасных момента было у Манчестер Сити, у Баварии ничего. И вот в очередной атаке Манкунианцы, как-то непривычно мне называть эту команду таким именем, скажем так. Все-таки Манкунианцы, как мне кажется, больше подходят к Манчестер Юнайтед. В какой момент и гол, и он защитан, да? Мюллер как-то не с самого начала стал праздновать это взятие ворот, но нет. Мяч защитан, все по правилам. Ошибка Джо Харта. Естественно, на выходе так нельзя играть. Был чистейший его мяч, а Харт в своем стиле. Но это вот плюсы некстгенного футбола, скажем так. Вот Джо Харт очень часто именно так выходит из ворот. Мюллер на опережение, спокойно, головой в пустые ворота уже отправляет мяч. 1-0, Бавария повела, я проигрываю. Надо собраться. Не думаю, что в сегодняшнем матче будет много забитых мячей. Но, во всяком случае, прошлый опыт показал, что эти команды друг друга по многу не забивают. Но на 2-3 мы можем рассчитывать. Хотя кто-то скажет, что 3 это уже много. Поэтому надо как можно быстрее отыграться. Нандиньо. Есть, есть пространство. Неплохо тут. Ну, там же внушение правил было. Хорошо. Нандиньо еще раз мяч возвращает себе и своей команде. И обратно его получает. Какой момент у Сити? Бей же. Будет сразу в касание бить. Пять мяч у Манчестера. В половине поля Мюнхенса вкатают. Есть. Я не очень внимательно проглядывал матчи Баварии. Чемпионате Германии. Но слышал, что Гвардиола пытается изменить свою игровую тактику. И теперь контроль мяча. Это не самое главное для Баварии. Здесь, возможно, руководство клуба, как всегда, в немцах хочет видеть более яркий футбол, а не унылую перекатку мяча. Вот в сегодняшнем матче будет очень хорошая возможность оценить, правда это или нет. 1-0. Первый тайм у нас подошел к концу. Мюллер авто забитого гола. Один удар у Баварии. Поворотом один гол. Стопроцентная реализация. МСИТИ 2, но два раза мимо. Самир Насри. Ну, кстати, Бавария очень плотно обороняется. Неважно, начало тайма, конец. Хорошая подача. Ой-ой-ой. Здесь ножницами. Кто-то из футболистов Манчестера бил. Пытался, точнее, пробить. Я-я-туре. Гуэра. Ну, бей, кун. Ой-ой-ой. Я думал гол уже. Я прям, я хотел уже крикнуть гол, но Ноэр. Да, Ноэр это не Джо. Харт, конечно, лучший вратарь в мире на данный момент. Думаю, многие со мной согласятся. Главой. Насри. Хорошая какая подача. Удар до Мечелеса. И выше ворот мяч прошел. Ой-ой-ой. Здесь бы Ноэр мог и не выручить. Свою команду. 50-ая минута. Встреча. 1-0. Бавария впереди. Запись у меня вроде идет. Запись звука тоже вроде идет. Я пытаюсь на свои же грабли не наступить по несколько раз подряд. Так. Хорошая. Хорошая атака получается у Сити. Бей сразу. Бей. Ноэр опять выручает. Да что ж происходит-то, а? Сколько можно уже не забивать? Тут офсайт что ли был? Да, тут было положение в дни игры. Но нужно было забивать именно этим ударом. А не с добиванием. А Ноэр опять выручил свою команду. Манчестер лучше начал второй тайм. В общем, как и первый. Нужно забить. Так. Нам показывает Арена Робина. У него, скорее всего, травма. Но мы знаем, что у него травма. И он на поле не появляется сегодня в стартовом составе. Но вот здесь в компьютерной версии... Компьютерная версия тоже почувствовала что-то неладное. И решила такую микротравму сделать для Робина. Ну, мне это как бы на руку. Меньше будет напрягать мою оборону. Жека на силу перевел мяч. Здесь Сильви не дает разбежаться. Каларов. Куда же вы друг дружку-то пасуете? Рандиньо. Пас на Джека. Ох ты! Там в углу Насри открылся неплохо. И Самир пытался сделать прострел. Но защитники сыграли надежно. 60-я минута. Бавария делает замену. Шакири ушел с поля. С поля человек, который уже не может поступать за этот клуб. Покинул Баварию, если кто-то не в курсе. Робин. Робин. Ну, ты же травмированный. Куда ты набираешь свою скорость? Отдай мяч. Вот молодец. Плохая, плохая передача. Надо было либо раньше, либо вообще не давать. Здесь неплохо. Подключение Агуэра и Яя Турер. Ему именно эта передача направлялась. Ох ты! А не было же там нарушения правил. Но мне во всех случаях так показалось. Арбитр считает совсем по-другому. Ну, да, здесь Джека хватал. Там Мартинос. Травмой получил человек. Матч за Суперкубок, насколько я помню. С Барусией Доркнустой. И в связи с этим, в общем-то, была сделана покупка Алонзо у Мадридского Реала. Ну, и также Бавария пыталась перехватить Димари и Манчестер Юнайтед. Как хорошо, что у них это не получилось. Вау! Вот это момент! И Джека бьет! И Муэр опять просто... Просто на высшем уровне играет. Вот этот человек. На сри подача не доходит. Да, Джеки. Мартинос. Ждет партнеров. Дождался. Дождался. Гетце. И Гетце один на четверых. Вместе с Мюллером. Мяч потеряли в итоге. Гуэрак. Хороший пас. Джеки уже все. Джеки устал. Скорости нет. Не буду принципиально делать замены. Мет на это времени. 74-ая минута. Овсайд. Данте. Играет на коротке. Мартинес. Лаба на Швайне. Да, сколько чемпионов мира. В Баварии. Новоиспеченных чемпионов мира. Для ребят очень удачный сезон получился. Не за клуб, конечно. Но ничего страшного. В Германии стали досрочно чемпионами. И выиграли чемпионат мира. Что еще нужно? Лигу чемпионов выигрывали в прошлом году. Швайнштайгер. Заброс. Не доходит до Гуэра мяч. Ну, вот сейчас. Одна из последних, наверное, атак там. Показывают руками, что был офсайд, но его не было. Ну, ноет. Ну, ноет. Вот что с ним поделать. Этот человек тащит просто любой удар, в любой угол, в любую сторону. Над ним, под ним. Еще один момент передачи на Яя Туре. Но ветеран уже тоже подустал. Видно. Ой, вдруг об дружку спотыкаются футболисты Манчестер-Сити. Пять минут до конца основного времени. И Бавария со своей половины поля с трудом выходит. Но от этого нам, как говорится, не легче. Мы проигрываем. Хорошо, а Гуэра. Классно развернулся, но здесь танка подоспел. На постраховку партнера. Джек, да бей же уже. Бей. Баснеец не смог. Своей длиннющей ногой. Вот я и Туре смог. Хороший какой пас. Забивайте. Ну да, 1-1. Наиграл Сити на гол. Наиграл, конечно. И это было видно. В итоге классная комбинация. По-моему, Сильва отдает передачу на Джека. Или Агуэра это был. Да, это был Агуэра. Классный пас в разрез между двумя игроками. И на выход 1-1 Джека еще в нужную сторону убирает. И наконец-то пробивает этого Нойера. Классный мяч получился. 1-1. Вполне заслуженный результат на самом деле. И для обеих клубов очень даже устраивающий их. Как мне кажется. Все будет зависеть, конечно, от того, как параллельно сыграет ЦСКА с Ромой. А может быть еще и не закончилось все. Здесь не было нарушения правил. Чисто выбил мяч. Но тут можно было у Нойера попытаться его отнять. Сабалетка. Борьба. И свисток финальный звучит. 1-1. Встреча заканчивается. Голевой ничьей. Ну а вы не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки под этим видео. И всем приятного просмотра Лиги Чемпионов. До скорых встреч. Пока.